Три миллиона рублей компенсации требует пострадавшая в аварии возле кинотеатра Маяковский. Напомню, в сентябре прошлого года водитель внедорожника на высокой скорости въехал в здание кафе, расположенного на краю проезжей части. Водитель машины отделался царапинами, а вот 20-летняя официантка получила перелом ноги. Из зала суда передает Николай Евенко. Стоял диван здесь, и она стояла возле края дивана. Восстановить картину того дня адвокат потерпевший пытается по фотографиям. На них видно, как кафе выглядит после аварии. В тот день у официантки и главной пострадавшей в аварии Веры Кваши была смена. Ближе к вечеру в заведение пришла ее подруга Виктория. Девушки жили вместе, поэтому собирались ехать домой. По словам Виктории, внезапно в кафе раздался грохот, в зал въехал внедорожник. Упав на пол, она отключилась, а придя в себя, через несколько минут увидела подругу Веру. Голова была вся в крови, видно был этот разрешан. Там видно было, что вся форма была в крови, вся такая покоцана. Потом уже дальше узнали в больнице, что он, условно, нога. Сначала это не видно было. А вы какие повышения повышали? В повышении было, наверное. По версии следствия, авария произошла по вине двоих водителей. Двигаясь со стороны Соборной площади, владелец Рено Логан, Александр Леопольд не уступил дорогу кроссоверу Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Михаил Романов. В попытке избежать ДТП молодой водитель крутанул руль и на скорости въехал в кафе вблизи Кентеатра Маяковски. Проверка показала, Романов был трезв. Япольд Романов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста, либо лишение свободы на срок до трех лет. Кроме уголовного наказания, виновникам аварии предъявлен иск своей моральной и физической потери. Вера Кваша оценивает в размере трех миллионов рублей. По словам одного из ответчиков, 200 тысяч рублей на счет потерпевшей уже перевели. Скорее всего, решение по этому делу суд примет до начала следующего года. Продолжение следует...